То есть ответом уже должно быть уравнение какое-то. Of the tangent to the curve. Та-та-та. Но это, кстати, снова function. Это не обязательно curve. Не просто перестали функции иногда называть функциями. At the point where x equals 0. То есть вот эта штука, ее даже можно нарисовать. Вот смотри. Если я возьму вот ось x, это ось y, надо их потолще сделать, наверное, чтобы они не сливались. Вот x и y. Наверное, просто вверх практически прямая линия. Да, не прямо, парабола. Это парабола. Стандартная парабола. Такая. Это y равно x в четвертой. Но если я ее беру, как бы двигаю на 2 в сторону, это уже будет x минус 2 в четвертой степени. Вот эта точка будет внизу 2, 0. Вот так она выглядит. Что они хотят? Найди уравнение прямой к, ну пусть это функции, да, они говорят кривой, к этой функции, где x равен 0. x равен 0 вот тут. Вот есть какая-то точка 0, и мы найдем, да, 16. 0, 16. В этой точке касательная, то есть они говорят tangent, проведи tangent line. Какое у нее уравнение будет? Что нам для этого нужно? Нам нужно знать ее наклон и точку. Точку уже знаем. То есть наклон. Узнаем наклон, финито. Как узнать наклон? Наклон это и есть производная. f tag x. Или f tag от 0 нам нужен. Это тот же самый вопрос. Наклон там, где x равен 0. Но наклон у вот этой параболы. Как его найти? Можно прям тут производную брать. Я пишу f tag x равно 4 скидываю. Умножить на x минус 2 в третьей степени и на производную внутреннюю. Производную от x минус 2 единица. Или можно раскрыть скобки. Смотри, если не лень, просто так намного быстрее, как я только что нашел. Как раскрыть скобки? Это будет x минус 2 в квадрате умножить на x минус 2 в квадрате. То есть x квадрат минус 4 и x плюс 4 умножить на x квадрат минус 4 и x плюс 4. Тогда сам этот f от x равно x квадрат на x квадрат и x четвертый. Потом x квадрат минус 4x и x квадрат минус 4x это минус 8 иксов в третий. Больше x третий никак не получить. x квадраты как получить? Плюс 4, еще плюс 4 и еще плюс 16. Плюс 4, плюс 4, плюс 16 это плюс 24. x квадрат больше никак не получить. Как x получить? Минус 16, еще минус 16 и больше никак. Минус 16, минус 16, минус 32x. А без x от 4 на 4 надо умножить плюс 16. Вот. Это ты раскроешь скобки. Работа тяжелая это сделать. Ну, раскрыл, допустим. И теперь производную ищешь. f так от x равно это 4x третий минус 24x квадрат плюс отсюда 48x и минус 32. Нашел ее. Это, кстати, будет то же самое, как мы и тут нашли. 4x минус 2 в третьей степени. Эта штука такая же самая. Это одно и то же. Просто тут в одну строчку находится, а тут приходится мучиться. Теперь нам все равно нужно в нуле найти производную. То есть, m равно. Я сюда 0 подставляю. 4 умножить на 0 минус 2 в третьей степени. равно 4 на минус 8 минус 32. Тут я точно так же могу. f так от нуля равно. Это 0 минус 0 плюс 0 и минус 32. То есть, мы сразу этот минус 32 и получили. То есть, и так, и так минус 32. И на этом этапе у нас задача какая? Мы знаем наклон минус 32. И мы знаем точку 0,16. Уравнение прямое провести. Я сразу ее напишу. y равно минус 32x, потому что наклон минус 32. И врезается на высоте в 16 в y, поэтому плюс 16. Все, мы закончили. Это то, что они просили. Субтитры сделал DimaTorzok